Каждый курильщик, несомненно, вредит своему здоровью, а плюс ко всему и здоровью окружающих его людей. Но не каждый это осознаёт. 31 мая – традиционный день отказа от табакокурения. Многие на самом деле хотят отказаться от потребления табака, но здесь главную роль играет не физиология, а психология. Сейчас всё меньше и меньше, хотим этого или не хотим, сегмент бюджетного здравоохранения всё уменьшается и уменьшается. И, видимо, так будет продолжаться дальше. В лучшем случае это будет страховая медицина. В худшем случае это будет увеличиваться сегмент платной медицины. Это говорит о том, что человек вынужден сам следить за своим здоровьем и ограничивать факторы, которые отрицательно влияют на здоровье, на своё здоровье. То, что курение отрицательно влияет на здоровье, доказано уже многократно. Вот когда я детям читаю лекцию о вреде курения, я обычно рассматриваю поражающие факторы дыма, как и сравниваю их с поражающими факторами ядерного взрыва. То есть, вот какие основные поражающие факторы табачного дыма. Это угарный газ, который затрудняет газообмен и объединяет кровь кислородом, причём очень надолго. Это смолы различные, которые попадают в желудок и основное их действие канцерогенное. И цианиды. Цианиды – это различные соли синильной кислоты. Ну, может быть, многие слышали про цианистый калий. Так вот, цианиды тоже содержатся в табачном дыме, и они очень вредно влияют на организм человека. В данный момент, видимо, настало время, когда курить или не курить, должен решать человек для себя сам. Но исходя из тех условий, в которые ставит его государство. И новый министр здравоохранения ставит для себя это приоритетной задачей. Напомним, летом прошлого года Минздрав соцразвития подготовила законопроект о защите здоровья населения от последствий потребления табака, который вводит множество запретов как для самих курильщиков, так и для табачных компаний. Государство должно внести свою лепту в решение этой проблемы. И посмотреть нужно на то, как в Европе и в Америке, во многих странах этот вопрос решается. Тоже были многочисленные дебаты, и курильщики протестовали. Но все равно принимаются законы, которые ограничивают продажу табака. Увеличивается цена на табак. Ограничиваются места, где можно курить. Ужесточаются меры воздействия административные на тех, кто не соблюдает эти законы. То есть, и штрафы, и другие санкции. Если человек, предположим, курит, то у него уже какие-то ограничения по медицинской страховке существуют совершенно определенно. Не курит, у него какие-то бонусы по страховке. То есть, он гораздо меньше платит в случае заболевания. Это все построено таким образом, чтобы человека заинтересовать в том, чтобы бросить курить. Даже если курильщик многолетний, то он поставлен в условии, когда ему курить абсолютно невыгодно. У нас ничего подобного пока еще нет. Но мне кажется, что настала пора какие-то такие законы принимать уже со стороны государства. Потому что какими-то административным наживом, поджиманием таким можно все-таки ограничивать количество курильщиков. Повышать цену, обеспечить соблюдение законов. Если запрещено курить, то надо как-то за этим делом следить, и чтобы тот, кто нарушает это, наказывался. Такого ведь не происходит практически вообще никогда. Потому что последствия, они не мгновенные. Ведь последствия курения, как правило, сказываются через несколько лет. Основные заболевания, которые вызывают курение, это онкологические заболевания, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца. Вот в течение этих заболеваний совершенно четко доказано погубное влияние. И курильщики имеют на несколько порядков выше риск получить серьезное заболевание или осложнение текущего заболевания. Зачастую даже курильщику с многолетним стажем необходим всего лишь психологический повод для того, чтобы бросить курить. Им иногда может стать всего одно обещание, даже самому себе. Так чем не повод 31 мая? Всемирный день отказа от курения. Продолжение следует...